всем привет в этом видео мы будем смотреть игру гранд-финала the international 2023 а именно первую игру где мы будем наблюдать за игрой эйса на ландруизе собственно и учиться различным фишкам от него или может где-то его пиковать за отсутствие давайте посмотрим сразу когда его взяли то есть его взяли после вивера по сути тренда и пока после веры тента и пока его взяли то есть ну как бы на самом деле из моей практики против и вера стоит довольно тяжело то есть керри вивер он может медведя прогонять но я так понимаю что этот супер сигнатурный герой давай со и не решили что на спину можно брать это ладно давайте смотреть сразу вызывает медведя понятное дело если вижу что он покупал поменял немного закуп чем нежели так как он закупался раньше раньше я помню брал себе ровно 12 веток да и без топорика сейчас же он две ветки решил заменить на топорик это значит это значит что тем же погребом у него станет больше из-за этого на 4 вот потому что каждая ветка до 2 дэмэджа но станет меньше хп у медведя да и там атак спида чуть меньше на самом деле это хорошее изменение потому что вот эти ветки когда 12 это покупаешь что очень быстро приходится от них избавляться и собственно из-за этого они неэффективны то есть очень быстро они теряют свою эффективность дальше хочется брать арбу и фэйзы фэйзы кстати молодец то что я не знаю я всегда говорил что надо покупать фэйзы а не пт и вот последнее время он как раз таки начал собирать фэйзы хотя все почему-то ландруиды говорят что надо собирать пт потому что универсал хотя это как по мне никак не связано потому что фэйзы тоже много дают здесь смотрите такой неочевидный момент тоже что эйс забрал руну у трента и я вам скажу так что раньше невозможно было перекликать то есть это возможно новое изменение сделали что сейчас медведь может перекликать героя и считается как героем там или что потому что раньше не никогда невозможно было перекликать героя на руне медведем вот дальше что можно сказать как мне кажется вот есть такая небольшая ошибка у него то что он не приносит себе тп быстро из-за этого медведь можно может просесть он там может передавать медведя и он опять просядет и получается что чего хорошего с этого не получается вот поэтому поэтому вот так посмотрите все тут прогоняет трента принципе первую минуту стоит нормально пытается динайд сейчас того что медведь стал универсалом и можно купить кучу статов то он на линии стал значительно сильнее чем был раньше поэтому это очень усиляет его лайнер если раньше было невозможно бить хрипов и тебя динайли постоянно сейчас 50 тут 36 еще плюс 8 по сути 50 плюс 42 там почти 100 дэмэдж у тебя на двоих есть очень сильно так хорошо что несет он несет себе блэдстоун окей чтобы еще увеличить дэмэдж и добивать грибов еще лучше хорастергируя их тоже больше если понимаю получилось отвести их кроме а то тоже неплохо довольно нормально стоят но самое сложное вообще на медведя это когда появляются жуки когда появляются жуки у тебя мало оригена и в тебя кидают и жуков постоянно начинает просидать и медведь и убивает трента но на самом деле так плохо что медведя не досталось фб потому что он тут пропустил трех крипов и быстрые деньги на медведя очень важны на самом деле поэтому раньше то забрал тофу сойдет ну и дальше выбивает из них ресурсы что здорово прям начнем попадают на них пор не проходит плате первого уровня но когда наших кучах очень небольшое поэтому здорово хотя вы давайте посмотрим часто он прокачал медведя в третье уровень получил ангелем вот если бы он здесь не прокачал бы медведя а бил бы с прошлыми корнями то есть мы мог бы зарутить прошлом ведь давайте посмотрим он был нилу 2 секунды рутов луча 3 уровень руты уже от кд шли то есть он сейчас перепризывал медведя и я мог перепизор перепризывать медведя тогда когда пройдут руты дальше самой так не везет что руты не проходят какой-то причине много ударов было и мой руток но собственно никто же этого не знал поэтому можно было перепризывал или прокачать медведя чуть позже окей они все но отлично разменялись песен пробивали башку однако однако не хватило дэмэджа на пил давайте посмотрим еще раз почему так произошло анки ну кинул лазун он промазал ей и остается 20 хп 30-40 а здесь уже ничего нельзя сделать ведь он конечно же ошибся и отдал 300 голды и 300 xp что является гигантским количеством на самом деле и вот это всю доминацию лайнинга он по сути сливает то есть у вивер остается столько же только же от ворса и я так понимаю что xp у этих уже даже стало больше хотя они делали два тела то есть ми портка уже умер раз и вивер умер раз а xp имеет больше причем наверное сколько крипов хрипов 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 имеет одинаково цель 7 до 7 до 9 тем не менее все но xp больше имеет весьма пушка я так понимаю фидит окей разбиваются здесь нам надо бы помочь разбить эту штуку очень много уже получается минус 6 армора это гигантское количество кажется испанно разбил эту жука то вивер он был на один удар больше сделать и возможно бы если бы он обычно получил этих несколько тычек то чем мог успеть кинуть гранату у него можно было даже убить возможно это ладно такой же мелочи это довольно сложно но на самом деле эйсон и очень хорошо контролю медведем так если посмотреть я стал это ошибается таких микро моментов брал коррозию на самом деле как будто коррозия была хороша раньше когда ты собирал после нее дизолятор то есть изолятор вместе с коррозией он стакается минус армор но просто коррозию и без дизолятора мне кажется что нет смысла собирать потому что даже если тебе хочется взять минус армор плюс вот этот вино можно их просто отдельно купить у медведя хватает слотов чтобы просто раздельные иметь и нет смысла покупать вот эту шапку на 150 хп ладно здесь они пытаются допасть смотрите тут еще какой момент вот он стоит спал хп сам и медведь его стоит спал хп весь особо ну то есть медведь довольно уязвим то есть у нее 900 хп как бы и так вот нападать тут тоже дело в том что если бы он сразу сразу бы вот понятно что начинает фокусить медведя то нужно сбивать этого жука жук уже набил 5 армора и тофу получается убивать своего жука хотя надо здесь убивать жука медведя и получается что нет медведя они второй раз забирают медведя имеет гигантское количество экспы да тут почти 5 тут почти 4 здесь только апнут 3 и здесь все 4 с половиной но сейчас линия у них уже тяжелая уивер 2 800 нетворса и вот эти отдачи медведя это просто вау то есть чем это можно изменить как бы исправить это исправляется покупка телепорта на медведя во первых даже против такой линии имея телепорт на медведя можно было просто на пофиг вот сделать тп здесь то есть этим жуком ты понимаешь что ты уже не уходишь то есть бежать просто ну тебя вивер догоняет и тебе кидает вот этот лич си то ну может просто на пофиг сделать тп и вернуться это как бы давно написано в гайде так вот что действительно бы вам помогло не дать час медведя и не отдать эту доминацию то у него были не было бы гораздо лучше окей здесь он дальше вот у него нет тп все еще да то есть на пятой минуте осуждаем конечно по здесь собирает он пейзы и здесь вы видите 5 л он берет я могу сейчас прямо прокачает медведи пока помню да прокачивает опять же это говорит о том что ну как бы я не буду говорить как бы что ему пофиг на игру это говорит о том что у него практике как будто не за там практики на медведе или чего ну как бы мы уж не может пофиг правильно но дело даже в том что когда медведь у тебя есть вот тогда второго уровня и на тебя кинут жуков ты его прокачаешь и жук слезет его то есть как бы его нельзя прохарасить будет то есть это выгодно держать скиллпойнт а чем может быть такое что на тебя могут напасть и тебе может понадобиться рор то есть оставить скиллпойнт это как по мне гораздо лучше его не оставлять и принести бтп тоже было бы неплохо когда ты два раза дал медведя когда дальше вот у тебя харасят медведя и у тебя 70 секунд перезарядки его то ну как будто бы неплохо оставить скиллпойнт здесь уже огромный закуп у чала здесь 3400 нетворса его всего 3000 линия стала тяжелая хотя просто на ровном месте стала тяжелая вообще как бы против вивера конечно же хотелось бы с эндри иметь правильно их уже падает да вот он нападает здесь корни прошли дело в том что здесь второй раз ну как бы ладно то есть у юр сенома пути да то есть можно было переброс призвать медведя еще там попробовать одни корни дать но это и на бы не сыграл игра у юр бы все ноль тимой брошам если что мы были сразу качает спирит линк он так всегда делает вот но опять же вот сейчас он очень опасно действует но будь тут какой-то герой не знаю тускар какой-то вот который здесь это ходит будь там трен какой-то подойдет медведь этот мертвый уже то есть без скиллпойнта если вы бы скиллпойнт медведь бы не умер то есть него бы кинули бы там лич сит и жуков он бы перепрощал и все то есть она все скинулся бы спокойно бежал сейчас же и без рора и без ничего ну как мне кажется что он очень пискует неоправданно и вот сейчас как раз таки для таких ситуаций есть или порт что нужно сейчас просто нажать степа на базу и спокойно у те три гени с медведя они просто вот так вот здесь тоже подраться тяжело потому что можно дать медведя снова вот мэрта убили здесь кто-то ходит уже я тара ходит опять же медведя можно потерять из-за этого там может какие-то крипы не добиваются медведь лох пешный на него же могут просто напасть и убить вот эти много веточек по сути делают их быстро бесполезными некоторые здесь он что-то что-то намудрил посмотрим пусть не пиваешь на сделал вот он телепорт принес и теперь ну то есть пожалуй ритер на медведя чтобы он прилетел проще вот это уже начинает быть поздно вот собственно что он умирает от этого что неприятно вот как мне кажется что не нужно качать перед линк то есть ничего не дает особо в 3 изначально то есть уже не бьет какие-то стаки где ему надо постоянно отжирать хп и нужно так спит он здесь стоит просто на линии причем стоит так что на него могут напасть и сзади и спереди поэтому как во мне месяц скиллпойнт на форму либо на совершил рор очень важно есть он снова сразу перевязывает медведя ну как бы опять же такая же ситуация как и раньше что во первых нужен скиллпойнт потому что они тебя могут напасть здесь снова вот сейчас пришел те может тп пак сделать и тебя просто убить если никак не можешь уйти если люди знают что ты постоянно качаешь так вот медведя ну вот как бы что и происходит на тебя кидают вот эти вот все вещи и ты просто умираешь дело в том что будет тут пилпойнт например если бы как бы здесь наверное два скиллпойнта надо было на форму и на рор тогда бы он сто процентов выжил то есть он бы просто вышел бы из дрипкойла и сделал бтп вот его бы не успели убить за это время и медведь тоже бы ушел на ретерны вот так получается опять что его убивают у него медведь кд 70 секунд 70 секунд когда медведя 3800 нитворса ну это супер провал на самом деле то есть очень тяжелая ситуация у него сейчас идет он в радик знаю насколько она оправдана тут обычно сейчас дефуза собирают на медведя но здесь дефуз собирает пангольер нужно ли два дефуза собирать или нет я честно говоря не знаю но если считаешь надо радик ну наверное это нормально хотя мне кажется что вроде довольно слаб то есть я не знаю вот я с вами как бы программ эту игру видимо тоже ну типа два дефуза иметь но опять же дифуза слабо работает на пака получается да потому что он отпрыгивает слабо работает на вивера потому что он во первых таймлапсит и возвращает ману и не замедляет его под этим и тут скар тоже может что-то прокатиться на шаре этом же не особо медление слабо работает но на этих двух героев работает ну плюс выжигание мани маны и никто не отменял если делать сразу два стака седьмой левел я таро десятый уже только апнул у него огромный нетворс у него 7000 на 11 это что собственно эта ситуация только из-за того что вот так вот есть конечно и сильно оставлялся и нафидел эти медведя вот тем не менее он ошибается его убивают что дает хоть какой-то надежный камбэк снова качает спирит линк сразу же без шума ну как бы ладно тут у него же есть хотя бы один один скиллпойнт в защиту защитный скилл есть антре на линию вы поставили мы это выбили игр и 500 тем не менее он довольно хорошо себя нафармит у него довольно много до творца хотя вот я бы и смерть такая была ситуация ландриде я бы считал то полный провал летает файты а вот там и пушка бегут но вот что-то не собирается отпускать и убивает за сайлент что снова очень неприятно или было бы как-то тут дурача уже из-за того что прикол в том что он умер просто из-за того что раз фижин дурача получите если бы не было такого так много у него метод он бы не умер успел сделать успел бы понажать форму и их размен был бы гораздо лучше для юных аращу и не уберу медведь то есть они бы очень хорошо разменяюсь но аллах снова звать медведя надо как-то добить радик линия свободная есть можно и поесть надо бы как-то конечно снести товар здесь можно вот этого крипа пройти добить так 3 400 есть на сакрот 20 все равно супер тяжелая потому что это любое т.п. все есть 200 хп он берет на таланте 10 ну как бы не знаю мне кажется это уже не нравится мне даже почему потому что на самом деле рор лучше объективно он тебя спасет больше чем на 200 хп то есть рору ну как бы он как бы и т.п. может сбить да он при атаке довольно хорош но и при защите он как будто дает больше чем вот эти 200 хп то есть если хочется взять 200 хп ну возьми ты на 11 после рора к примеру но это таланта десятом брать это почти никогда не будет то есть конечно ну вот и опять же вот эта ситуация давайте посмотрим вот ее еще разберем здесь уже сделать все правильно проблема только в том то это все же очень поздно то есть есть дезолятор драгон лэнс и кстати не совсем тоже правильно делает как мы видим медведям он не попала не подошел к виверу то есть ему надо было сейчас от медведя быстрее к виверу то есть он он успевает он успевает медведя подвести к виверу и нажать рор на вивера если бы так сделал то он бы ушел он бы ушел вот тоже ошибка на самом деле у него практики как будто мама то есть если бы было в нее больше практики на ландроиде он бы чувствовал этот урон бы понимал что с формой его еще бить очень долго очень долго видя можно принести понятно что наверное здесь какое-то волнение из-за интернешнл из-за финала здесь есть по процентов ну конечно ошибок довольно много так правильно этот период взял он орбов destruction радик собрал то есть получается у него сейчас ну как бы на минус армор есть два предмета есть как бы радик но муж как бы не стакать сосал только есть миссы из минус армор то им надо им надо пойти открыть товара какие-то постараться хотя просто засплетить пока там ваш команду выходит и все их убивают из диффуз у нас есть вот это так давайте вундры здесь опять на видел посмотрим пишет у него есть это кстати молодец что покупать сапог потому что покупать после первого слота на хозяин это довольно умный песен но это такая как будто типичная ошибка ну то есть опять же даже они чел не нажал форму нажав форму здесь невозможно из формы конечно же сделать и п но опять же тут же вы причем андиот и попрос лакич она раньше нажал им видел тускаром ну может быть да хотел сыграть ну точнее ждал тускар увидеть хотел сыграть чтобы не потратить форму но уже опять же из-за того что вивер настолько тоже он то от очень тяжелая здесь надо делать упал все тот же надо фармить и их видеть армите видеть забрать какие-то один товара здесь снова же много не повезло и нам если на уху п выживает и выходит много чего делает из-за этого такого порывального начала я конечно не хочу его обвинять прямо не я не говорю что вы узнали именно из-за него здесь вот были такие ошибки которые в принципе игрок такого уровня как мне кажется мог их и не совершать форму включать заранее молодец есть вот опять же здесь можно было дать рор вивера чтобы он не успел нажать ульт вот здесь вот уже обладать ров вы успели скорее всего запустить потом плана первого уровня топорор опять же рор первого уровня почему потому что взят пупоинт здесь и скиллпоинт во вторую ульту рульту брать ну как бы на самом деле не очень-то профитно лучше мне кажется рор взять для часть был в 3 ров 3 уже естественно естественно бы за ров 3 вы убили ну это ладно штуки о медведя наконец-то использует во первый раз он использовал тп для того чтобы отрегинить медведя надо делать раньше это надо делать на линии постоянно и постоянно хотя бы разок другой если какой-то невнятный глобал получился из этого ничего не сделали форма закончилась потерял какую-то позицию про хотя хороший нажал рту скар из-за этого но 20 очень тяжелая предведи не хочется такую игру играть конечно кто там кликает смотрит правда взял искать парм надо искать дальше фарм нужно как-то искать врагов ловить на ошибки нужно пасть всей толпой на кого-то одного этот и на момент будет между смог пятером под ним пушки если успевает нажать форму она уже огромный перри фарм конечно ну такой же это уже все здесь конечно ладно тут уже все понятно на самом деле и дальше нет смысла обсуждать что здесь можно сказать то есть понятно мы не разбирали не всю игру то есть можно говорить какие-то про стратегии там про одно второе третье но как мне кажется вот эту игру можно было выиграть вот эйса мог выиграть соло у него сейчас 8 но на самом деле он мог ее не то что в соло выиграть а имеется ввиду что если бы он не было вот этих вот ошибок то есть если бы он оставлял скилл-пойнты и прокачивал медведя если он покупал бы тпшку если бы он где-то просто чуть лучше сыграл со спеллами то эту игру они бы забрали то есть вивер не был бы таким отожженным он бы не оверфармил всю команду и всю карту и все было бы окей покупает шар все окей нормально так что когда вы собственно играете на удроиде необходимо пользоваться всеми его преимуществами и на сегодня у нас все всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал и комментируйте что вам понравилось а что нет